В России с 8 ноября вступили в силу единые правила проезда перекрестков с круговым движением. К тому, что круговое движение на перекрестках является приоритетным, многие автолюбители уже могли привыкнуть. Но не во всех регионах круг до нововведения был главным. Данные изменения направлены на улучшение ситуации на дорогах, а также помогут российским водителям приспособиться к европейским стандартам. Ведь за границей эти правила действуют уже давно. О том, как обстоит ситуация на мытичинских дорогах, нам сообщили водители ГИБДД. 31 октября, в начале 8-го, водитель 1949 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ-21053, двигаясь по улице Кромка, в сторону улицы Летная, в сторону улицы Борисовка, напротив дома 29, корпус 2, совершил наезд на женщину-пешехода 1962 года рождения, которая переходила в проезд часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали в мытичинскую больницу. За прошедшую неделю это не единственный случай наезда на пешехода. Утром 1 ноября пострадала 71-летняя женщина, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на Олимпийском проспекте. С серьезными переломами она госпитализирована в больницу. Также на прошлой неделе был зафиксирован случай наезда на сотрудника ДПС, который регулировал движение на перекрестке на Волковском шоссе. В результате происшествия сотрудник ДПС получил серьезные травмы, но после осмотра врачей был отпущен домой на амбулаторное лечение. Всего в период с 30 октября по 5 ноября в округе произошло 135 аварий с материальным ущербом, 4 дорожных происшествия, в которых пострадали люди. Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть предельно внимательными в связи с изменившимися погодными условиями и соблюдать правила дорожного движения. А пешеходам напоминают, что на нерегулируемых переходах, согласно правилам, за свою безопасность отвечают сами люди, которые пересекают трассу. И прежде чем выходить на проезжую часть, всегда следует для начала убедиться, что движущийся транспорт на таком расстоянии, которое позволит беспрепятственно перейти дорогу. Дарья Линская, Константин Бондаренко. Информационная программа «День».